Следующий доклад у нас делает не менее выдающийся специалист в области детской онкологии. Это Романцова Ольга Михайловна, заведующая отделением химиотерапии, которая представит доклад на тему саркома Юинга. Большое спасибо за теплое представление. Очень рада приветствовать вас сегодня на сегодняшнем конгрессе. Для меня большая честь поделиться с вами нашими скромными результатами. Более того, хочу сказать, что отделение наше молодое. Мы в самом начале пути. И, в принципе, то, о чем я сегодня буду говорить, это то, что мы проводим на базе нашего отделения и то, к чему мы хотим призвать вас к сотрудничеству совместно с нами. Ну и, соответственно, начнем. Не буду более подробно останавливаться на том, что в структуре детской онкологии на опухоли костей приходится небольшой процент. И вообще, в принципе, опухоли костей у детей – это не такая распространенная нозология. Но есть две основные опухоли, наиболее часто встречающиеся. Это остеосаркома и на втором месте саркома Юинга. Саркоме Юинга сегодня и посвящу, в принципе, свой доклад. Стоит отметить то, что, в принципе, люди с древних времен знают об онкологии, и основным методом лечения был хирургический метод лечения. И если раньше наши пациенты в 100% случаев были ампутантами, то с начала мэра химиотерапии у пациентов открылись новые возможности. В частности, с 60-х годов прошлого столетия в мире начала внедряться химиотерапия. Также стоит отметить наш онкоцентр. С 1981 года академик Трапезников начал внедрять химиотерапию именно у детей с костными саркомами, с остеосаркомой, что, в принципе, открыло началу возможности совершенствования хирургического лечения. На сегодняшний момент хирургическое лечение шагнуло настолько вперед, что, в принципе, практически более чем в 90% случаев нашим детям мы проводим органсохранные операции. И если с конечностями все понятно, то проблемой всегда оставались опухоли сложной локализации. Но, как говорится, прогресс не стоит на месте. И на сегодняшний день практически у хирургов нет ничего невозможного, так как технологии позволяют нам создать протезы тех локализаций, тех зон, которые, в принципе, априори были сложными зонами для хирургического лечения. Как я уже сказала, такие возможности перед нами открыла химиотерапия и вообще в лечении всех костных сарком существует мультидисциплинарный подход. И только такой подход позволяет нам достичь хороших результатов лечения. Про стратегию лечения более подробно не буду останавливаться. Единственное, что хочу отметить, то, что золотым стандартом терапии опухоли семейства Юингов является применение курсов Винкрестин-Доксорубицин-Циклофосфамид с этапозидом и фосфамидом в альтернирующем режиме. Курсы проводятся каждые две недели. В среднем терапия при любом протоколе длится около года, и все это позволяет достичь крайне хороших удовлетворительных результатов лечения. Но, несмотря на это, на сегодняшний день мы можем констатировать то, что химиотерапия своих пределов тоже достигла, и дальнейшее изучение биологии опухолевых клеток позволяет нам открывать все новые препараты и переводить постепенно пациента на индивидуальную программу лечения. Также хотелось несколько слов уделить тому, чем мы занимаемся в нашем отделении. В частности, в 2017 году благодаря Светлане Рафаэльевне и Кириллу Игоревичу у нас стартовал новый пилотный протокол лечения детей саркома Юинга, который позволяет в первую очередь использовать наиболее чувствительные химиотерапевтические агенты и разделение пациентов на группы риска позволяет нам не перелечивать детей с наиболее благоприятным прогнозом и давать наиболее интенсивную терапию детей с крайне неблагоприятным прогнозом, что, на мой взгляд, является крайне важным. На данном слайде представлена схема химиотерапии дизайн-протокола для пациентов группы высокого риска, группы ультравысокого риска. В данной группе пациенты наряду со стандартной химиотерапией получают высокодозную химиотерапию. Ну и, конечно, хотелось бы немножко поделиться нашими результатами. Стоит отметить то, что при сравнительном анализе наш протокол уже достаточно большое количество пациентов пролечено. Период наблюдения у нас составил 30 месяцев. И стоит отметить то, что благодаря интенсификации химиотерапии и адекватной сопроводительной терапии нам удалось снизить процент фибрильных нетропений с 42 до 4%. Это очень хороший результат. При анализе общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования тоже стоит отметить, что в сравнении с предыдущим протоколом наш протокол зарекомендовал себя как более эффективный, в частности для пациентов с диссиминированными формами заболевания. И при оценке лечебного патоморфоза стоит отметить, что наиболее важные статистические различия были получены при первой-второй степени патоморфоза и в новом протоколе пациентов с первой-второй степенью лечебного патоморфоза меньше, чем при ранее проводимом протоколе. Перейду сразу к главному за истечением времени. Помимо основного лечения у нас существует протокол противорецидивного лечения, который стартовал с 2020 года. Это тоже наше ноу-хау. Хочу отметить то, что в мире не существует протоколов противорецидивного лечения. И здесь у нас есть распределение по группам риска, и дети с наиболее неблагоприятным прогнозом наряду со стандартной химиотерапией также получают в программе лечения высокодозную химиотерапию. 26 пациентов у нас полностью пролечено, и учитывая адекватный правильный подход в терапии, это позволило максимальному количеству пациентов провести хирургическое лечение. Буквально два слова скажу еще об одном протоколе исследования, в котором мы вступили с 2021 года. Это протокол, который проводится совместно с НИИ Петрова по применению динатоксимаба-бета. Более 30 образцов было отправлено из НИИ ДОК. Здесь представлена характеристика. И стоит отметить, что у нас были пациенты с гиперэкспрессией. Все они включены в исследование. В настоящее время мы находимся в середине этого пути. Но я думаю, что скоро мы сможем поделиться своими результатами. Ну и в принципе на этом, наверное, я закончу. Хочу сказать большое спасибо за возможность участвовать в сегодняшнем конгрессе, выразить благодарность нашей администрации за поддержку в нашей работе. Спасибо за внимание. Прекрасный слайд. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга Михайловна. Очень хорошая работа. Я считаю, что она должна продолжаться. Я очень заинтересована и жду результатов иммунотерапевтического ответа у пациентов, которые получают таргетную антижи-2 терапию для того, чтобы оценить, насколько она проводится эффективно, и как эти показания будут сужены или расширены в ближайшее время, и какие новые таргеты будут придуманы. Вся коллизия борьбы с детскими солидными опухолями заключается в том, что мечта не становится реальностью. Вот нельзя детские опухоли из холодных перевести в горячие. Вот что бы ни делали учёные, вызывая искусственное воспаление в этих опухоли, привлекая туда тык, клетки зрелые, не получается с детскими, особенно эмбриональными опухолями, это феномен. Например, невозможно поймать НМИК. Было некоторое время назад такое направление, когда мы пытались все создать лекарство, которое будет бороться с амплификацией гена НМИК. Изолировано создать такого препарата не удаётся, поэтому всё больше и больше мы погружаемся в пучину иммунологического осознания значимости использования тех или иных таргетных препаратов.